Сегодня у нас 31 января, это считается день рождения русской водки. Вот что написал Дмитрий Иванович Менделеев, введение к докторской диссертации, которую он как раз защитил 31 января 1865 года. Считаю, впрочем, не лишним заметить, что рассмотрение совокупности ныне известных фактов, относящихся к неопределённым химическим соединениям, приводит меня к убеждению в том, что определённые химические соединения составляют только частный случай неопределённых химических соединений, чтобы ли полное изучение последних отразиться в теоретических воззрениях на всю совокупность химических соединений. Случилось это в Петербурге, где он защитил свою знаменитую докторскую диссертацию о соединении спирта с водой, над которой работал в 1863-64 годах. Диссертация хранится в Музее Великого Учёного в Санкт-Петербургском государственном университете. Вот такое вот событие. Лишнего чего-то не хотелось бы говорить. Давайте просто какие-то анекдоты, что ли, вспомним про водку. Вот решил проверить слова о том, что если плотно покушать и идти в магазин, то покупать еду не будет желания. И точно, смотрю на еду, ничего не хочется. Взял водку и коньяк. В самолете стюардесса обращается к пассажиру-арабу. Водка, виски? Не, мне скоро за руль. Есть такая мечта, чтобы позвонили и сказали О, алло, это Володя? Это мы, девки, у нас водка есть. Приезжай, у нас и хата тоже есть. Идет серый волк по лицу с бутылкой водки. Навстречу красная шапочка. Стой, красная шапочка, куда идешь? Я иду к бабушке. Несу ей пирожков и горшочек масла. Во, блин, так только в сказках бывает. Выпить есть с кем. Закусить принесла. Даже есть с чем потом жопу смазать. Если каждая вторая твоя мысль кажется тебе гениальной, спрячь подальше бутылку водки и проспись. Посетитель ресторана говорит, водки не надо, я за рулем. Через некоторое время сент приносит графину с водки. Можете пить. Вашу машину угнали. Вот затеял я в комнате генеральную уборку. Брат согласился помочь. Уборка сорвалась, когда мы нашли водку. Приезжает Горбачев во времена сухого закона на завод. Спрашивает у зрелого рабочего, как вы относитесь к сухому закону. Ну, я-то водочки попил, а вот детей жалко. Женщина спрашивает советы у доктора. Доктор, мой 17-летний сын так увлекся компьютером, что даже спит возле него. А как его отучить? Я даже вот не знаю, что делать. Все очень просто, барышня. Вино, водка, сигареты женщины. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.